Добрый день! Рада вас приветствовать на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара о ВМС на складах алкогольной продукции. Хочу напомнить, что в конце вебинара вы можете задать все интересующие вас вопросы, написав их на специальном окне панели управления. Также материалы данного вебинара вы можете найти на нашей страничке в YouTube или на сайте axelot.ru или axelotlogistics.ru Ведущими вебинара сегодня выступит Мария Чувардаева, оператор проектов логистического направления компании Axelot и я менеджер по работе с ключевыми клиентами Натальи Чичодин. Передаю слово Марии. Добрый день, коллеги! Давайте начнем нашу тему о ВМС на складах алкогольной продукции. Коротко о компании. Компания Axelot является разработчиком решений для систем управления складом, управления транспортом, то есть это основное направление нашей компании именно автоматизация логистических процессов предприятия. Помимо внедрения систем управления складом, систем управления перевозками, мы также внедряем типовые программные продукты компании 1С, занимаемся логистическим консалтингом, проектированием складов, проектированием и оптимизацией высоконагруженных систем. Совместное решение нашей компании и компании 1С, то есть помимо программного продукта 1С-логистика управления складом, предназначенного для автоматизации всех складских процессов предприятия, совместно с компанией 1С мы разрабатываем продукты 1С-логистика управления перевозками для решения задач транспортной логистики, 1С-управления нормативно-справочной информацией для, собственно говоря, структуризации и управления всей нормативно-справочной информацией компании, 1С-материально-техническое обеспечение для автоматизации именно процесса МТО в части закупок, продаж, снабжения и так далее. И очень интересный продукт 1С-инвентаризация управления имуществом для очень быстрого и легкого проведения инвентаризации с помощью технологии штрих-кодирования или RFID-технологии. Что касается выполненных проектов, в портфеле нашей компании более 200 выполненных проектов по автоматизации склада. Это как крупные оптовые розничные предприятия, так и производственные предприятия, ну и, конечно же, алкогольные компании, о специфике которых и о проектах внедрения систем управления складов на их складах мы сегодня, в общем-то, и поговорим. Теперь перейдем уже непосредственно к особенностям алкогольных складов. На самом деле, хранение на складе продукции алкогольной промышленности имеет ряд особенностей. Наличие у товара даты розлива и сроков реализации заметно увеличивает сложность работы с ним. Например, нельзя отгрузить со склада произвольную партию товара лишь потому, что она находится ближе к оворотам отгрузки. На основании перечисленных особенностей можно выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются компании-производители или поставщики алкогольной продукции при ее хранении и обработке на складе. Во-первых, это потери. Потери, связанные с пересортом по датам. Дата розлива, в принципе, нужна для того, чтобы клиенту выдать соответствующие документы, без которых нельзя не транспортировать продукцию, не продавать. Расличные сроки хранения реализации также вносят свои особенности и свои проблемы при хранении продукции. Рекламации, связанные с пересортицей по аксизным маркам. Также использованная стеклянная тара, которая повышает риски появления большого количества браков в партиях товара, выносит свои особенности и проблемы в складской обработке и хранении алкогольной продукции. В связи с вышесказанным, как раз таки возникают задержки при выполнении складских операций, проблемы, связанные с путанием товара на складе, высокая сложность проведения инвентаризации. Это, опять же, с учетом того, что нужно вводить на каждом этапе даты производства или даты розлива товара. И отсюда зависимость от складского персонала. Исходя из вышеперечисленных проблем, вытекают основные задачи проекта внедрения ВМС-системы на складах алкогольной промышленности. В общем виде внедрение ВМС-системы должно обеспечить следующие параметры. Во-первых, это прозрачность учета. Дата розлива требует внимания и контроля на каждой стадии складского процесса. В любой момент нам необходимо знать, какие товары, с какой датой производства, в каком и месте хранятся на складе. Также при складской обработке требуется учитывать диапазон акцизных марок. С внедрением ВМС-системы должно обеспечить повышение производительности работы персонала, пропускной способности склада, одновременно с ростом качества обработки заказов, что непосредственно связано опять же с теми особенностями, которые можно отнести к складам хранения алкогольной продукции. Необходимо обеспечить контроль сроков годности и дат розлива, контроль размещения товара с точностью до ячейки. Ну а также ключевые цели, которые в принципе ставит компания в рамках проекта автоматизации склада, касаемо специфики, заключается в обеспечении постоянного сопровождения товара сертифицированными документами. Все эти перечисленные факторы, они безусловно должны отражаться в ВМС-системе. Вообще, его данные в системе управления складом один из наиболее важных этапов. От качества его выполнения зависит и точность работы с товаром на всех последующих операциях. В идеале, уже при поступлении товара на его упаковке должна иметься маркировка. Это может быть штрих-код, либо какая-то метка, которая позволит в автоматическом режиме считать информацию о дате розлива и данных о производителе и сразу передать ее в систему управления складом. Данные о дате розлива в общем виде могут быть занесены в систему управления складом путем внесения на бумажный носитель, путем ручного ввода в окне терминала или при считывании штрих-кода, содержащего данную информацию. В части аналитики, разрезов учета, непосредственно связанных со спецификой хранения алкогольной продукции и внедрения ОМС-системы, позволит получить следующую аналитику по товару. Во-первых, аналитика по статусу товара, кондиция брак, повреждение упаковки. В общем виде статус товара – это справочник, поэтому здесь мы можем хранить любые разрезы качества товара. Аналитика по местам хранения, то есть информация о статализации до конкретной лечейки, где какой товар хранится, с какой датой розлива, что позволяет в автоматическом режиме формировать задания на отбор размещения товара с требуемой датой розлива. Аналитика по партиям, аналитика по акцизным маркам или по их диапазонам, по сроку годности, по номерам поддонов и грузов. В рамках внедрения системы управления складом всегда организовывается обмен с корпоративной информационной системой. Если мы посмотрим на данную схему, отображающую взаимодействие с корпоративной системой на этапе входящего потока товаров, мы увидим четкую взаимосвязь. В корпоративной системе формируется некий документ-инициатор, содержащий план поставки, то есть то, что ожидается к приходу. А зачастую при передаче данных о плане поставки из корпоративной системы системы управления складом мы уже имеем информацию о партиях товара, которая ожидается к приходу, иногда с известным диапазоном акцизных марок, полученные, например, из системы ЕГАИС. Соответственно, в УМС-системе при передаче плана поставки формируется также плановый документ, ожидаемая приемка. То есть это некий план, на основании которого в дальнейшем производится вся необходимая информация при обработке входящего потока товара. На этапе приемки вводится необходимая информация, то есть вводится информация о товаре, который поступил на склад, о его качестве, о датах розлива и, соответственно, диапазон акцизных марок. Далее, на основании того, что на склад было принято, система автоматически планирует размещение по заранее заданным стратегиям и формирует задание на размещение. То есть непосредственное задание к логовщику, откуда товар необходимо взять, из какой зоны приемки и куда разместить. По факту приемки обратно в систему корпоративного учета выгружается факт приемки, то есть информация с отражением того, что по факту было принято на складе. Данная информация, она может быть передана как на этапе приемки, то есть по завершению приемки поступления товара, так иногда эта информация передается по завершению размещения товара на складе. Какие особенности еще можно отметить на этапе входящего потока товара, на этапе приемки для склада алкогольной промышленности? Как я уже сказала, на этапе приемки вводится основная информация о товаре, его количестве, качестве, дате производства или дате розлива, и данные об акцизных марках. Данная информация может быть занесена в систему при сканировании штрик-кода акцизной марки, расположенной на каждой единице продукции. Зачастую на коробках с продукцией вводится некий диапазон акцизных марок соответствующей выпускаемой партии, который также может быть считан и назначен на данную партию продукции. Наиболее часто в последнее время в рамках наших проектов встречается нанесение данных по акцизным маркам в виде 2D-штрик-кода. Соответственно, подобный формат также может быть считан, например, с помощью оборудования марки Моторова и передан в систему управления складом. На этапе приемки мы можем зарезервировать часть товара под конкретные заказы клиента, если эта информация уже есть в МС-системе, и не размещая, сразу переместить его в зону отгрузки, то есть обеспечить так называемую функцию кроссдокинга. Также на этапе приемки мы можем распечатать комплект стандартных документов складского поступления и провести соответствующий планфактный анализ, то есть имея план поступления и отраженный факт того, что мы приняли на склад, провести анализ, что ожидалось к приходу, что по факту было принято. По факту завершения приемки производится задание на размещение. Задание на размещение в системе может формироваться как по каждой принятой полете, так и по факту завершения всей поставки в целом. Это настраивается на уровне барометров системы. Само автоматическое планированное размещение производится на основании заранее заданных стратегий размещения в пользовательском режиме. Размещение в общем виде может планироваться по достаточно широкому набору стратегий. Это может быть размещение в зону длительного хранения или сразу раскладывание в зону активного отбора. Это может быть размещение с учетом АБЦ классификации. При размещении учитываются маршруты сотрудников склада и контроль совместимости партий дат розлива в одной ячейке. То есть на уровне системы мы можем выбрать настройку. Совмещать хранение дат розлива или хранение разных партий в одной ячейке или нет. Или в одной ячейке могут быть разные партии и соответственно даты розлива. На этапе обработки исходящего потока товара также настраивается взаимосвязь с хозсистемой и системой корпоративного учета. Здесь в общем-то картина аналогичная входящему потоку товара. Из системы корпоративного учета формируется и передается в МС план отгрузки. То есть информация, что должно быть отгружено со склада. В МС формируется в свою очередь заказ на отгрузку. Система управления складом на основании данных заказов автоматически подбирает нужные товары и создает задачу на отбор товара сотрудникам склада. При палетной отгрузке в случае, например, оптового заказа товар может быть сразу перемещен в зону отгрузки и после пересчета по палетам местам загружен в машину. У источной коробочной отгрузки, например, при розничном заказе может быть выполнено дополнение на пересчет товара с помощью процедуры контроля. При этом контроль отобранных до отрозлива производится не только на операции отбора. То есть когда сотрудник при выполнении отбора товара из ячейки подтверждает каждый раз нужную отобранную им до отрозлива. Но и на этапе контроля. То есть это, например, отдельно выделенная зона, куда свозится штучный товар и где отдельно выделенная бригада сотрудников выполняет дополнительный контроль. По факту завершения задания на отгрузку, то есть по факту того, когда у нас товар загружен в машину, машина уезжает со склада, в систему корпоративного учета также необходимо передать факт того, что мы отгрузили со склада. Опять же, с диапазоном всех до отрозлива и акцизных марок, которые были отобраны. Система управления складом позволяет контролировать данные акцизных марок на всех участках складской обработки, в том числе и на этапе отгрузки. При отгрузке товара может производиться и контроль считывания отгружаемых акцизных марок. При этом клиент может заказать конкретную партию товара. В этом случае ВМС должна автоматически подобрать нужный диапазон. Либо клиент может заказать продукцию без указаний конкретной партии. В этом случае ВМС должна подобрать партию товара по принципу FIFO, а колдочек с терминала ввести отгружаемый диапазон акцизных марок и соответствующих дат розлива. Один из специфичных моментов работы склада алкогольной продукции заключается в большом объеме документации, в которой должна сопровождаться каждая товарная позиция, поступающая на склад и отгружаемая со склада. Например, необходимость печати сертификатов продукции на каждую партию. Сертификаты могут привязаны ВМС конкретной партии товара и автоматически распечатаны при обгрузке, при этом переданы клиенту в нужном комплекте документов. Также система позволяет обрабатывать внутрискладские операции, такие как пополнение активной зоны отбора, внутренние перемещения, инвентаризация. На всех этапах производится контроль дат розлива. То есть при инвентаризации конкретной ячейки или конкретного товара, продавщик с помощью терминала, опять же вводят информацию о дате розлива, который находится в ячейке. По итогам обработки складских заданий в ВМС-системе она выдает определенный набор аналитических отчетов, которые позволяют анализировать состояние склада в любой момент времени. Во-первых, это остатки товара в разрезе дат розлива, в разрезе конкретно хранимой ячейки, в разрезе качества товара, информации по движению товаров на складе. То есть с помощью данной аналитики мы можем получить информацию, каким документом, каким кладовщиком товар был принят, каким размещен, каким отгружен и так далее. То есть проследить полную цепочку жизненного цикла товара от момента входа на склад до момента его отгрузки. Проанализировать все состояние заказов, то есть актуальность состояния на текущий момент, сколько заказов на текущую дату находится в работе, сколько обрабатывается, сколько готовы к отгрузке. Информацию по заполненности склада с учетом ячеек, зон и так далее. Анализ оборачиваемости по БЦ классификации. И планфактный анализ приемки отгрузки. То есть контроль, что ожидалось к приходу, что по факту было принято и что было заказано. Соответственно, что по факту отгрузили со склада. А далее я хотела бы передать слово своей коллеге, которая расскажет об опыте автоматизации складов алкогольной продукции, которая есть в портфеле компании «Ксилот». Да, первый проект, о котором мы сегодня хотели бы рассказать, это виноторговая компания «Форд». Основное направление деятельности компании – это, собственно говоря, продажа вина. Компания – это «Форд» и крупнейший импортер вина на российском рынке. Бренд существует с 1992 года. Сначала компания занималась крепким алкоголем, дальше уже выбрано было направление деятельности, именно продажа вина. Складской комплекс компании, арендуемый в городе Подурске, площадью 5200 квадратных метров. Высотный и пятиярусный склад. Основное хранение – это напольные и палетные стеллажи. Хранение осуществляется в пластиковой, стеклянной таре, также в тетропак. Ну, что касается заказов, сейчас, так как склад запустился недавно, да, и был недавно переезд, порядка 70 заказов в сутки, но с учетом роста, производительности и так далее, планируется увеличение до 300, а с последующим ростом компании к марту 2014 года планируется прийти на розничные продажи и отгружать по 2500 заказов в день. Что касается зон, на складе выделены зонные приемки, это трое ворот, зона оптовой отгрузки, также трое ворот, зона хранения брака, зона хранения комплектации для оптовых клиентов и зона сборки дорогих бутылок. Что касается задач проекта, требовалось, собственно, обеспечить переезд компании на новый склад с предыдущего, создать возможность противонного учета, возможность учета по характеристикам в разрезе ГТД, федеральных акцизных марок, конечно же, интегрировать систему управления складом с корпоративной торговой системой компании и, собственно говоря, сохранить текущие партии как в корпоративной системе, так и в системе управления складом. Ну и, как уже говорила Мария, очень сложная специфика по документам, собственно говоря, одной из задач было оптимизировать процесс выписки документов и уменьшить сроки приемки товара путем введения технологии штрих-кодирования. Также, возвращаясь к особенностям проекта, автоматизация склада осуществлялась в период пиковой нагрузки при перегруженном складе. Необходимо было хранить всю историю по акцизам, так как это основная, в общем-то, специфика алкогольной компании. Переход на систему управления складом осуществлялся путем проведения инвентаризации, 4 дня наши специалисты и специалисты компании Ford провели на складе и, собственно говоря, пересчитали порядка 800 партий товара, то есть примерно 1,5 млн бутылок. Введен, соответственно, жесткий контроль ГТД и федеральных акцизных марок. Результаты проекта. То есть, если смотреть на данные, время на приемку и размещение товара сократилось примерно на 40% по сравнению с предыдущими показателями до внедрения системы управления складом. Время уже на обработку заказа, на его сборку, упаковку и отгрузку сократилось на 15-20%. Ну и, соответственно, снизилось количество рекламаций, связанных с пересортицей. Далее, второй проект, о котором хотелось бы рассказать, это компания AgroFart, ведущий дистрибьютор алкогольной продукции в Волгоградской Астраханской области, Республики Калмыкия. Существует на дистрибьюторском рынке компания уже более 20 лет, работает с такими брендами, как Mars, Crafter, Hys и так далее. Центральный склад находится в городе Волгограде. В состав комплекса входят два здания, это основное здание и резервное здание. Основной склад площадью 4200 квадратных метров, резервный склад площадью 350 квадратных метров. На основном складе у нас широкопроходные стеллажи, 5500 палетомест в 5 ярусов. Ну и резервный склад, палетные стеллажи, маленькие трехъярусные, невысокие, на 456 палетомест. Что касается номенклатуры, то в среднем присутствует на складе порядка 1500 активных позиций. Все товары, естественно, учитываются в разрезе дат розлива и срок хранения. Склад, ввиду того, что он является очень интенсивным, работает 24 часа в сутки, по две смены, по 12 часов. Зоны хранения. Зоны хранения подразделяются на следующие. Это зоны хранения пива для хранения пивных напитков. Зона отбора – это первый ярус стеллажей, предназначенный для отбора товара в количестве менее палеты. Зона хранения второй и пятый яруса стеллажей, предназначенная для хранения монопалет, содержащих один артикул с одной даты розлива. Зона хранения крепкого алкоголя, предназначенная для хранения крепкого алкоголя, а также прочих напитков, отличных от пива. Зона отбора – первый ярус стеллажей, предназначенный для отбора товара в количестве менее палеты. Зона хранения второй и пятый ярус, соответственно, также с разными, ну, с миксованными палетами. Также есть зона дорогого алкоголя, которая предназначена для хранения и отбора дорогого ВИП, алкоголя и так далее. Она организована в виде нескольких стеллажных ячеек с ограничением доступа. То есть выделенный сотрудник только может заходить в эту зону с соответствующими правами, настроенными в системе управления складом, ну и также с учетом того, что алкоголь дорогой, там это все под замком в отдельной зоне. Зона хранения напольного, напольная зона хранения, точнее, она используется для временного хранения товаров при перетарке склада. То есть в сезон можно выделить на складе ячейка пол, и также, собственно говоря, система будет размещать туда товар, хранить его там и позволять оттуда его отбирать. Также присутствует зона упаковки и контроля. Она предназначена для контроля и отбора упаковки товара перед отгрузкой. Это напольное пространство между доками и стеллажами. На складе также выделена зона брака. Ячейки данной зоны выделяются, в принципе, по мере необходимости, в зависимости от того, какой у нас бой, брак и так далее. Что касается задач проекта. Ну, естественно, это внедрение системы адресного хранения. Мы должны знать, где у нас какой товар лежит. Это учет товара в разрезе складов, так как у нас два склада, сроков годности, дат розлива и производителей. Также требовалось сокращение персонала, сокращение времени на формирование заказа. Штриходирование товара введено по датам розлива при приемке и отгрузке. И, соответственно, необходимо было создать регистр сведений, в котором будет фиксироваться минимальный запас рукогодности в привязке к конкретному контрагенту и номенклатуре. Особенности проекта. Для учета завода-производителя был модифицирован учет товара по серийным номерам. Вместо стандартного механизма, в котором серийный номер – это произвольная строка, серийный номер является ссылкой на справочник производителя. Соответственно, выбирается и справочник. Для повышения удобства работы пользователя при выборе будут отображаться не все заводы, а только те, на которых может быть произведена соответствующая позиция. Перечень заводов, на которых может быть произведена конкретная позиция, настраивается в корпоративной информационной системе и передается в систему управления складом, 1С-логистика управления складом путем обмена. Результаты проекта. Что сейчас компания имеет? Во-первых, сокращено время формирования заказа, внедрена технология штрих-кодирования, все операции осуществляются с терминалами сбора данных, товар учитывается в разрезе дат розлива, сроков годности. Естественно, так как у нас ячейки промаркированы и товар промаркирован, внедрено адресное хранение, у нас сокращено время проведения монетаризации. Ну и, естественно, повышена точность складского учета. Если кратко о проектах, так на самом деле существуют также компании, которым мы внедряли систему управления складом. Это компания «Липецк Пивок», компания «Букетч Ваши», дистрибуторы компании «Балтик» и так далее. Если интересно, информация есть на нашем сайте, на нашем новом сайте axelotlogistics.ru. Далее можно перейти к вопросам. Можно в окошке соответствующего вебинара написать вопросы, а мы постараемся ответить на все интересующие. Давайте тогда сделаем минутный перерыв, ждем Ваших вопросов. Итак, коллеги, у нас появилось ряд вопросов. Первый вопрос, который мы видим. Я правильно понял, что штрих-код был зашит датой розлива. То есть генерация и маркировка штрих-кодов была своя. Можно поподробнее, как это происходило, как формировался штрих-код и как маркировался. Все верно. На самом деле, Вы здесь указали. В штрих-код была зашита информация по дате розлива. Генерация штрих-кодов производилась при приемке. То есть на основании плана поставки система автоматически распечатывала набор этикеток, в штрих-коде которых уже содержалась дата розлива. Соответственно, товар при этом маркировался. И дальше дата розлива отслеживалась при каждом движении товара. То есть кладовщик на терминале не вводил с клавиатуры какие-то номера срока угодности, а при считывании штрих-кодов система автоматически их определяла. Расскажите поподробнее, как устроен учет в разрезе акцизных марок. Если говорить о учете касаемо функционала системы, данные об акцизных марках вводятся в некое поле, которое в системе называется серийный номер. В соответствии с этим полем, опять же, на каждом шаге движения учитывается значение, которое введено в данный диапазон. Если будут появиться какие-то дополнительные вопросы, то вы всегда можете позвонить нам по телефону в офис компании Аксилот 8495-961-2609 или прислать свой запрос на электронный адрес omsobachkaaksilot.ru Вся информация и вся презентация вебинара будет выложена и отправлена вам ссылкой для скачивания, поэтому вы сможете ее, в общем-то, посмотреть еще раз. На этом, наверное, мы с вами прощаемся. Как уже сказала, если будут вопросы, обращайтесь. Расскажем, покажем, внедрим. Расскажем.